Я бросаю слова на ветер. 60-е годы были годами Великой рок-революции. Бескровной и прекрасной. С 63 по 70 год Шла беспрерывная и захватывающая цепь событий. Битлз, Стоунс, Энимус, Дилан, Крим, Хендрикс, Сантана, Лед Зеппелин, Дорс, Джет Ротал, Кригонс, Пинт Флойд, Дик Топл. Сколько их было, новых стилей и звуков, музыки и поэзии, голосов и гитаристов. Каждый диск Битлз был предметом тщательного анализа и ожидался с затаённым чувством восторга. Каждая новая группа была вспышкой, затмевающей на время всё остальное. Мы жадно ловили всё это, слушали и обсуждали. И интересовало всё. Что за гитара Фендер? Что это за фуз такой? А что такое педаль Вау-Ва? Кто из Стоунс играл с Битлз на Олдлини Дизлаб? Что значит название первого диска Крим Дизраэль Джирс? Как играть на ситар? Что за стиль психоделик? Кто лучший басист по мелоди Мейка? Это была школа рока. Лесные братья и компания знали все ответы на эти вопросы, ибо не прогуляли этого урока историей. Они следили за событиями на мировой рок-сцене пристрастно и не чувствовали в принципе себя оторванными от мира, хотя ни в прессе, ни по радио Совковой России обо всём этом не было ни слова. Телевидение вообще всегда было оплотом консерватизма. Обычно музыканты на слух снимали каждый такт вещи прямо с пластинки или с записи эфира. И иногда, даже не зная перевода, пели, всё равно пели любимую вещь. Это была заводная и весёлая жизнь. Все любили музыку и друг друга. Тяга к общению и объединению была колоссальной. Мы чувствовали себя лесными братьями, хотя и не были хиппи. Принцип «настройся, выпадай, торчи» работал. Так или иначе, все были настроенными и торчали, а некоторые и выпадали. Внутренне мы поняли, что рок-музыка является противоположностью советскому обществу, пронизанному подавлением личности, насилием и идиотской коммунистической сверхпропагандой. Мы, опять же внутренне, им всем ответили «All you need is love!» Да, это была эпопея. Да, это была награда поколения. Оно отправилось в путешествие с музыкой по жизни в поисках энергии неба. Это было новым. Новые слова запросто ложились на язык. И самым главным словом стало слово «кайф». Мы начали кайфовать, ловить кайф и ненавидеть кайфоломку. Музыка. Первопричина всего нового стала обрастать новыми словами. Психоделик, харб, арт, рага. По мере появления новых стилей наш запас слов, звуков, чувствований расширялся. Каких только инструментов и звуков мы не наслушались в 60-е годы. Ситар, челеста, французский рожок, синтезатор, травой орган, ревербератор, ва-ва и лэсли-динамик. Так, обратная связь, петли, наложения. Все это было и только Бог знает, что там еще происходило. Все это преподал нам рок. Сама электрическая гитара, такая желанная сердцу и по виду, и по звуку, очень изменилась. И к концу 60-х дисторбер, фуз, куакуха, ревер делали ее звук фантастическим. Сам вид рок-группы на сцене стал фантастическим. Музыканты, похожие на Джокеров, лохматые, крашеные, орущие среди горы, колонок и проводов, все это в мерцающем свете прожекторов выглядело магично и захватывающе. Это было главное шоу жизни. И для тебя, и для меня всегда было забито свободное кресло в первом ряду. А главное, новыми стали люди. Боб Дилан чуток общился. Не времена менялись, а люди. Мы смотрели на Битлз, Лид Зепперин и Джимми Хендрикса, как на упавших с луны. Мы всматривались в их фотографии, слушали их музыку и радовались за рот человеческий. А потом входили в комнату родители, видели на экране телевизора Бахмутова и корчились душой и телом. Что было делать? Ведь невозможно же все время слушать музыку только дома. И выходом стали наши самопальные питерские группы. Они стали оазисами в асфальт Ленги. Мы регулярно эти оазисы посещали и душевное здоровье поддерживали. Праздник продолжается! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!